Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю... Сейчас возьму ручку, которая раздражает одну женщину. Показываю ручкой, пишет, ой, как она меня раздражает. Странно мне читать такие комментарии. Продолжаю описывать сорта томатов, которые сейчас у меня в данный момент на 11 октября еще плодоносят, которые я помаленьку собираю, заношу домой. И следующим сортом будет сорт Ляна. Некоторые могут удивиться, увидев этот сорт у меня на столе 11 октября. Потому что это ультра-скороспелый сорт, который выращиваем для получения раннего урожая. Но Ляна это такой особый томат, о котором я хочу рассказать вам подробнее, чтобы вы поняли, как раскрыть всю его сущность, душу его раскрыть. Ляна может быть разной. Но один и тот же, я имею в виду, не разные сорта, а одна и та же Ляна может быть разной в зависимости от вашего к ней подхода и от выращивания. Она у меня появилась более 10 лет, я уже и так, и так ее всяко выращивала и в теплице, и в открытом грунте с подвязкой, и в открытом грунте без подвязки, и с умеренным посынкованием, и без посынкования. Потому что на пачке у нее написано, что требуется выращивать, требует умеренного посынкования. Поэтому, посадив ее первый год, много-много лет назад, когда она у меня была на испытании, у нас почва песчаная, я ее посадила, просто воткнула в обыкновенную почву без удобрений, и около бани, там где половина дня была тень, и вырастила с умеренным посынкованием. И у нее было очень мало плодов. Во-первых, там было темновато, не хватило ей солнца. Во-вторых, я удалила вот эти вот лишние пасынки, как с умеренным посынкованием, оставила там несколько. И мне не очень она понравилась, но так как по одному году я никогда не делаю свой вывод, следующий год я ее затолкала в теплицу. У самого входа посадила, думаю, она маленькая, она мне не помешает, два куста оставила, потому что мне понравилось то, что она самая первая поспела, она все-таки ультраскороспелая, но то, что мало плодов, думаю, ну ладно, ребенка порадую в ранние сроки первой томаткой. Думаю, раз она на улице первая поспела, в теплицу она еще раньше поспеет, воткнула ее туда. И о ужас! Она как начала расти, но замечу, что в теплице у меня почва более удобренная, потому что я туда всегда добавляю перегной, перегной, чернозем, вот этот свежий. Там, где она росла на бедной почве, это было одно, но в теплице это было совсем другое. Она, видать, почувствовала, что здесь жирный грунт, во-первых, там всегда солнце, там много солнца. Она как начала расти. Вообще, она указана, что у нее высота 40 сантиметров, здесь она выросла с меня ростом, но это неудивительно, в теплице они всегда больше. И я еще не убрала с нее пасынки, решила, раз первый год я с умеренным посынкованием, второй год вообще без посынкования. Она как начала вот эти боковые ветки выпускать. Смотрю, один, два, десять, двенадцать, шестнадцать. У нее было шестнадцать стволов, она стала вот такой широким деревом, и все эти стволы покрылись вот этими помидорками. Я поставила два кола, вот так вот обтянула веревку, чтобы она не падала ни туда, ни сюда, во все стороны. И она у меня как дала, я несколько ведер с одного куста набрала, это я не вру. И вот я поняла тогда разницу, что все зависит от условий выращивания. Как она в первый у меня год дала несколько помидорок, и как во второй. В теплицу я ее больше не сажу. Она очень-очень вот как отзывчива на все эти, и на грунт, на жирный, и на вот это обилие солнца. И она столько томатов дает, она так разрастается, что мне было потом даже неудобно. Она вот все место занимает, начала теснить уже соседних томатов. Она оказалась очень такая, как агрессивный томат. Он все заполонит вот этими своими ветками. Все, теперь я ее на улице не выращиваю, ой, в теплице не выращиваю. Но зато я поняла, что у нее есть вот эти скрытые резервы, и что если ей предоставить условия, она может дать вам такой урожай. Вообще они, конечно, небольшие вот такие. Вот это у меня уже последнее, я вот с улицы собрала. Это она в открытом грунте. Они небольшие, указывается вес 80 грамм. Могут первые быть и до 100 грамм. Я выращивала и ляну, и малиновую ляну. Малиновая ляна, она просто розовая, а эта красная. На улице, я нынче ее показывала, я ее просто посадила, пасынки не убирала. Нынче у нее тоже там выросло 16 пасынков. На всех пасынках были вот эти томаты. И несмотря на то, что она ультраскороспелая, да, первые томаты спеют очень рано. И вы можете получить с нее хороший ранний урожай. Но так как я никакой пасынок вообще ни один не убрала, вы же понимаете, что первые поспели, дальше образуются на следующем, который пасынок вылез позже всех, он будет еще дольше. И на тех, на первых пасынках еще, как они, каждый пасынок, он же по форме томата тоже однакисть, вторая, третья. Я собирала все лето, и вот до сих пор сейчас собрала. Еще есть на ней зеленые томаты, если бы было тепло, она бы еще дала. И вот поэтому ультраскороспелый сорт, это тоже понятие растяжимое. Да, он спеет рано, но если ему дать побольше свободы, не убирать вот эти пасынки, то он будет не только ультраскороспелый, он вот можно его назвать и позднеспелый. Он вот, например, в середине октября еще даже цветет и еще тоже формирует кисти. Вот. Можете ляну получить такую, какую вы хотите. Можете получить маленькую, с небольшим количеством плодов, если будете пасынки убирать. Можете получить огромное дерево, все увешенное, она как яблоня, вся увешана яблоками. Если посадите в теплице, не будете убирать пасынки. Можете получить просто обыкновенный томат, который очень урожайный в открытом грунте и на котором много плодов. Вот к достоинствам все заканчиваю. К достоинствам его относят эта устойчивость к заболеваниям. Вот сейчас, в середине октября, вы видите, что все плоды целые. И, как сказать, я не убираю специально какой-то плохой плод. Нынче нет ни одного гнилого, плода на ней. Это высокая урожайность. Это вот дружное созревание, когда первая волна, а не когда первые плоды сформируются, они раз покраснели, можно сразу их куда-то употреблять. И, опять же, и растянутое плодоношение, что она вот до октября может и давать, и давать, и давать. Конечно, назначение универсальное. Первые употребляем в салат. Можно и кушать, и консервировать, из-за чего сейчас рассказываю, потому что это размер плода очень удобный для консервации. Ну и, конечно, вот это обилие плодов, оно нас очень выручит при заготовках на зиму. Лечо, кетчуп, вот этот красный классический цвет, он очень хороший в лечо, в томатных пастах, в кетчупах, сок. Всё, это Ляна. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok